РАДИО ЗВЕЗДА ЗАПИСКИ ВРАЧА Спасет ли от осенней хандры лечение светом? Действительно, такая методика существует, причем накоплена неплохая доказательная база, говорящая о ее эффективности. Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса. Сезонное эффективное расстройство, то есть одна из форм расстройства настроения, это вполне конкретная патология, которая встречается у 0,5-3% населения Земли. Почему оно возникает, не очень понятно. Если бы проблема была только в сокращении светового дня, то в северных широтах должно было бы быть больше таких людей. Но в Исландии, например, это расстройство практически не встречается. Тем не менее, лечение светом действительно оказывается полезным, причем как и профилактическое, так и как терапевтическое средство. Домашняя фототерапия включает в себя несколько важных моментов. Речь в первую очередь идет о достаточном освещении и правильном зонировании света в жилом помещении. Кухня, кабинет или гостиная должны освещаться ярко, спальня, приглушенно. Если одна и та же комната выполняет несколько функций, необходимо светотехническое решение, позволяющее использовать разные режимы освещения. Для домашней фототерапии может потребоваться устройство белого света, дающее освещенность в 10 тысяч люкс. Это примерно в 40 раз больше, чем стандартные люстры и светильники. Рекомендуется проводить сеанс в течение 30 минут непосредственно сразу после пробуждения. Не следует смотреть прямо на свет. Он довольно интенсивен, хотя и безопасен для сетчатки. Яркое солнце в полдень дает примерно 100 тысяч люкс. При этом можно заниматься любой деятельностью, собираться на работу, готовить завтрак. Главное быть в пределах достигаемости света этого устройства и замечать его хотя бы периферическим зрением. В том случае, если от подобной фототерапии возникают побочные эффекты, например, боль в глазах, беспокойство, головная боль, можно попробовать более мягкий вариант, имитацию рассвета. Для этого необходим специальный светильник с функцией программирования. Их необходимо активировать за некоторое время до предполагаемого пробуждения. Причем освещенность должна нарастать постепенно. С полной темноты то примерно 250 люкс, то есть нормальной освещенности в квартире. Алексей Водовозов. Записки врача. Радиозвезда.